В определенный период времени, когда я ходил в школу, не могу назвать это обучением, точнее будет сказать, что я ходил в школу. Я ходил в одну школу, в которой важной частью обучения были моральные принципы. Я ходил в миссионерские школы, а они всегда пытаются обучить нас трем волшебным словам. Пожалуйста, извините и спасибо. Таким приемом можно обучиться. Я не говорю, что не стоит произносить эти слова. Если внутри вас происходит магия, и эти слова произносятся сами собой, это прекрасно. Если у вас нет магии, тогда вы просто запомнили несколько слов. Это просто уверенность, что вы можете что-то получить. Но когда вы говорите «пожалуйста», это ничего не значит. Будет лучше, если вы, по крайней мере, покажете свою истинную природу. «Пожалуйста», «можно?» И в любом случае вы хватаете это сами. Я постоянно вижу, как такое происходит. Или вы даете кому-то пинка, а потом говорите «простите». Это ничего не значит. Вы сами берете все, что хотите, у всех подряд, а затем говорите «спасибо», как будто бы это они сами вам дали. Нет. Предполагается, что все эти слова значат, что вы чувствуете, что у вас нет прав ни на что. Вы понимаете, что ничего по-настоящему не принадлежит вам. Так что даже если вы просто хотите попросить стакан воды, вы говорите «пожалуйста». Если вы по-настоящему видите это таким образом, то даже стакан воды или ложка еды не принадлежат вам. К счастью, все это вам доступно. Так что вы говорите «пожалуйста». Прекрасно. Все, что вы делаете, может причинить кому-то вред. Вы можете наступить на что-то специально или случайно. Если кто-то посмотрит на вас, вы говорите «простите». Если вы так себя на самом деле чувствуете. И спасибо, потому что вы испытываете чувство благодарности ко всему, что входит в контакт с вами, искренне. Так что вы можете произнести какое-то слово, или это может найти какое-то другое проявление. То, что должно быть магией внутри вас, находит проявление как поступок. В этом заключается трагедия обществ, основанных на морали. Они делают только правильные вещи, но внутри них все идет неправильно. Так что поступки не определяют сознание или развитие или трансформацию человека. Если вы уверены, что духовное развитие означает, что вместо затвердевшего человека вы становитесь более мягким, более принимающим, вы можете делать что-то, исходя из своей принимающей природы. Вы можете делать много что. Если что-то происходит из-за вашей принимающей природы, ваша мягкость, любящая природа, это замечательно. Но если это формула, которую вы заучили, и вы знаете, что так вы сможете получить то, что хотите, вообще-то этому нас учат в школе. Делайте вот так, используйте эти три волшебных слова, и все получится. Так что люди говорят «пожалуйста», а как только получают то, что хотели, отворачиваются и говорят совсем другое. Такое происходит рядом со мной постоянно. Так что поведение не определяет то, кем вы являетесь. Люди могут культивировать поведение, но то, кем они являются, нуждается в трансформации. По сути, трансформация означает, что ощущение границ, которые вы установили для себя, что такое «я», это ощущение увеличилось. Вот и все, что значит трансформация. Трансформация — это не изменение социального поведения. Трансформация значит, что если вы сидите здесь, то, что раньше было мной, было только это, а сейчас это гораздо больше. Вот и все. Испытывая все это, как бы вы себя не вели, это ничего. Но должно присутствовать принятие, потому что принятие лучше, чем страховка. Как только вы начинаете видеть все как часть себя, тогда где здесь место для спасибо, пожалуйста, простите и тому подобного. что касается поведения. Если вы хотите жить в обществе, да, конечно, нужно следить за своим поведением, потому что это касается не только вас, это влияет на всех вокруг. но хорошее поведение не обязательно значит говорить какие-то конкретные слова, делать или не делать определенные вещи. Нет. Это не социальное явление. Это нечто, что вы делаете внутри себя, потому что, если что-то внутри у вас изменится, вы можете начать обращаться с миром определенным образом. Так что не нужно судить о духовном развитии по поступкам. Смысл не в этом. Духовный процесс означает, что вы не отождествляете со своей физической природой. Ваше отождествление перешло в измерение, которое не является физическим. Если ваше отождествление больше не является физическим, у вас больше нет какого-то определенного способа делать что-либо. Вы будете действовать так, как это необходимо. Мягко значит мягко, жестко значит жестко, красиво значит красиво, скверно значит скверно. Как угодно. Вы будете отвечать так, как того требует ситуация, потому что ваша идентификация находится вне вашего физиологического и психологического процесса. Ваша идентификация вышла за пределы физического измерения того, кем вы являетесь. Поэтому у вас есть некая свобода. Культурное поведение означает, что вы установили, как себя вести. Это значит, что вы потеряли свою свободу. Если вы свободны, то когда требуется быть милым, вы прекрасны. Когда требуется быть скверным, вы скверны. Вы действуете в зависимости от того, что требуется. Если вы имеете дело с ребенком, вы ведете себя одним образом, имеете дело со взрослым другим. С кем-то кого-то вы знаете одним образом, с тем, кого не знаете, ведете себя по-другому. Наше поведение диктуется конкретной ситуацией. Сейчас же вы установили, что я веду себя так. Даже если ситуация не располагает к этому, вы все равно ведете себя только так. Какой в этом смысл? Любое действие, не соответствующий ситуации, в которой вы находитесь, является неуместным действием. Поэтому определенная заранее активность всегда становится неуместной в различных ситуациях. Очень важно, чтобы мы не фиксировали наше действие, а только устанавливали то, какие мы. Я не увлекаюсь священными текстами, но это просто засело у меня в голове. Кришна сказал, «Йога стаха куру кармани». Сперва утвердитесь в йоге. Это означает, что вы сперва должны установить себя не внутри своей индивидуальности, а в единстве со всем мирозданием. И уже потом вы можете предпринимать действия. Это значит, что вы принимаете все. И потом вы можете начать делать то, что необходимо. Я думаю, что это правильно.